В эфире служба новостей город в студии Мария Лукьянова. Здравствуйте! Смотрите ближайшие минуты. Так вы докажите, что я пьяная. Ну так поехали на экспертизу. В России из-за пьянства за рулем могут лишить прав пожизненно. Совет Федерации поддержал инициативу антиалкогольного фронта. Лучшие художники Европы приехали в Калининград. В нашем городе в десятый раз проходит одна из крупнейших выставок. Правда, света нет, пока не провели. Обещали, но не сделали. Вместо заброшенного шалаша – вагон для временного проживания. В каких условиях теперь будут жить пенсионеры с улицы Ломоносова? За пьянство за рулем могут лишить прав пожизненно. Совет Федерации поддержал соответствующую инициативу антиалкогольного фронта. Авторы законопроекта предлагают отбирать права у нетрезвых водителей, если те трижды нарушили правила. Мнение за и против выслушали наши корреспонденты. Это видео появилось летом на местном сайте в интернете. Женщину остановили сотрудники ДПС. Даже по внешним признакам она была в состоянии алкогольного опьянения. Еще в марте 2010 года был введен закон, согласно которому в крови водителя не должно быть и 0,3 промилле алкоголя. Столько показывает алкотестер после выпитых, к примеру, 100 граммов водки. Это, прежде всего, опасность для самих водителей, поскольку, естественно, время реакции увеличивается водителей на какое-то движение. Он не так реагирует уже, может где-то не сориентироваться, не так чувствует скоростной режим. И, прежде всего, это приводит к печальным последствиям, поскольку опасность не только для самого водителя, но и для окружающих людей. Если у инспектора возникает подозрение, что водитель пьян, ему предлагается пройти экспресс-тест при подтверждении наличия алкоголя в крови, водителю сейчас грозит штраф лишения водительских прав от года до двух лет. Если в других странах, допустим, ответственность идет по количеству, допустим, обнаруженного алкоголя в крови, да, если первый раз небольшое количество алкоголя в крови, ну, там лишают, допустим, там на год, на два, если еще больше, да, то там на три года лишают, а если там вообще зашкаливает, то вплоть до тюремного наказания. Для сравнения, нормы содержания алкоголя в крови водителя приняты и в разных европейских странах. Три десятых промилле – примерно 100 граммов водки. В большинстве европейских стран разрешено несколько десятых промилле. В Европе постепенно идут по пути снижения этой планки и ужесточения наказания за нарушение. Российское движение «Антиалкогольный фронт» предлагает навсегда лишать прав таких водителей. Законопроект должен поступить в Госдуму в начале сентября и будет рассмотрен до конца 2011 года. Лишать прав «Антиалкогольный фронт» предлагает не сразу, а только после третьего задержания. Если первый раз оказался за рулем пьяным, случайность второй раз – еще не система. Ну а третий – это злостный рецидив. Доверять такому водителю руль и дальше – преступление. Мы решили узнать, как калининградские автовладельцы относятся к такой инициативе. Пожизненно, наверное, нет, не надо, но наказывать надо. Ну сколько там сейчас лишения даже. Ну штраф, наверное, лучше всего. Самое лучше, наверное, деньги. Деньгами наказывать. Тогда будет проще. А пожизненно все равно будет ездить. Поэтому… Да, и потом у многих вождение за рулем – это способ заработать деньги. Поэтому я думаю, что потом, когда он выложит большие деньги из своего кармана, и бюджет семьи пострадает, он же подумает. Совершенно позитивно отношусь. Сам не употребляю, в принципе, практически. И считаю, что это, конечно, для остальных граждан, для пешеходов, это существенно может нанести вред. Поэтому однозначно положительно. Пьяный за рулем – это преступник. Пьянка и руль – это несовместимо. Полина Зайцева, Полина Степанюк, Дмитрий Суворов. Служба новостей. Город. В Калининграде проходит одно из крупнейших событий культурной жизни Европы. Пьянка и графика в десятый раз собрала лучших художников. В этот раз представляют лишь печатную графику. Она намного дешевле, чем живопись. Но именно графику называют искусством будущего. Почему? Выяснял наш корреспондент Ольга Шмырина. Десятая юбилейная международная биеннале графики стран Балтийского моря объявляется открытой. Так в Зору калининградцев открылись шедевры графического искусства. 300 работ, 100 художников из 9 стран мира представили свои творения. Они способны даже случайное пятно на холсте превратить в произведение искусства. Линии, штрихи и точки заняли все выставочные залы художественной галереи. А это более 3000 квадратных метров. И музыку здесь играет холст. Именно текстура полотна во главе. И уж точно не цвет. Все что угодно, все остальное может быть этим инструментом. Но не цвет. И поэтому там может быть цветность. Но здесь, например, в этой картине, не полутона являются главными. Допустим, контраст каких-то цветов. Поэтому это график. Биеннале графики проходит уже 20 лет и до сих пор сохраняет актуальность. Художники идут в ногу со временем и каждый год изобретают новые техники. В этом году даже конкурс разделили на две части. Для оригинальных работ и это для печатных. Да, жизнь. Но она, посмотри, она в разных состояниях. Она зарождается и в разных жидкостях, и в разном. Известные арт-критики, деятели искусства и множество художников. Открытие Биеннале забрало весь бомонд ближайших европейских стран. Но понять, насколько цена та или другая графическая работа, сможет и человек, далекий от мира творчества. Достаточно лишь приглядеться. На каждой работе есть две цифры. Первая номер оттиска, вторая тираж. Современные технологии позволяют печатать большие тиражи без изменения качеством. В то время как раньше печатная форма быстро деформировалась. Поэтому традиционно первые десять оттисков имеют наивысшую цену. Ну а после трехсотой копии печатную форму уничтожают. Многие современные графики этого правила не придерживаются. Так, к примеру, Паулис Лиепа. Латвийского художника признали лучшим на Биеннале прошлого года. В награду персональная выставка. Биеннале 2011. В этом году члены жюри решали, кто лучший всю ночь. И специальный диплом жюри за лучшую кураторскую экспозицию вручает Татя Сим, Швеция. Вручение продолжалось более 20 минут. Члены жюри благодарили участников за качественные работы. В основном по-английски. Но гран-при ушло в Литву. Россиянам достался лишь спецприз от жюри. Ольга Шмырина, Кирилл Макаров. Служба новостей город. Законно или нет, сносят здания на Комсомольской 87. На этой неделе на крыше появились рабочие и стали разбирать черепицу. У арендаторов резонно возник вопрос, а законно ли это? Напомним, еще в конце июня общественность стала на защиту старинного немецкого здания. Но уже тогда стало известно, что отреставрировать желающих не нашлось. Новые подробности вы узнаете прямо сейчас. Крышу начали разбирать в понедельник. В этот день с Комсомольской 87 съезжали последние арендаторы. А еще через несколько во дворе появился инспектор административно-технической инспекции. От местных жителей поступила жалоба, что сносит дом и мусор летит во все стороны. На месте выяснилось, что с документами застройщика не все в порядке. На данный момент фирма, занимающаяся работами, не смогла мне представить убедительный доказатель, что у них имеется разрешение на разборку дома. Но пока на данный момент я считаю, что работы производятся не санкционированы. Официально это здание исторической ценности не представляет. Однако сейчас этот факт пытаются оспорить в прокуратуре. Туда обратились представители общественной организации «Старый Кёнигсберг». Не первый месяц они держат оборону старинного здания. На защиту дома на Комсомольской 87 не раз вставали и местные жители. К сожалению, собственник доказал свое право снести это здание, несмотря на то, что когда-то оно находилось в реестре памятников архитектуры регионального значения. На сегодняшний момент законодательство позволяет его демонтировать. Разрешение на снос здания застройщик предоставил. К этому документу прилагался и проект будущего объекта. Этот проект был представлен в центре проектных экспертиз в 2008 году на получение заключения. Это положительное заключение с формулировкой, что стартная экспертиза, окончательно рассмотрев материалы инженерно-магеологических испытаний и рабочий проект на строительство подземной постоянки жилого дома, замечаний не имеет. Все в полном соответствии. Если прокуратура признает, что дом на Комсомольской 87 своей исторической ценности лишился незакона, то снос запретят. В этом случае владелец должен будет восстановить здание и обеспечить за ним уход. Мария Постникова, Дмитрий Суворов, Служба новостей город. Раньше жили в шалаше, теперь переехали в более комфортные условия – вагон для временного проживания. Пенсионерам с улицы Ломоносова Зои Борисовой и Александру Лаевскому уже больше месяца обещают дать квартиру. До этого они жили практически под открытым небом. Продолжение истории смотрите далее. Вот мой домик, где мы живем, спим, кушаем. Правда, света нет, пока не провели. Обещали, но не сделали. Душно, правда. Бывает, я страдаю заболеванием дыхательной системы тяжелой. Душновато здесь. В июле дом Зои Борисовой и ее мужа незаконно снесла строительная компания. Два месяца им пришлось жить в шалаше, который они соорудили из досок и полиэтилена. Все это время пенсионерка судится с застройщиком и добивается новой квартиры. Но сейчас пенсионерам дали лишь временное жилье – вот этот вагон. В нем нет ни света, ни воды и даже биотуалета. Я не получила ни жилья, и теперь еще и землю отбивает, колочок земли. Я никогда не думала, что это еще проблема с землей начнется. Сейчас Зоя Борисова судится еще и за землю. Участок кадастровый, а значит, он ей не принадлежит. Поэтому уже сейчас застройщик просит ее освободить участок. Как и куда переезжать, пенсионерка не знает. Говорит, что будут с мужем искать место в полях. 3 октября у Зои Борисовой состоится слушание в арбитражном суде, на котором их участок снимут с кадастрового учета. Полина Зайцева, Ольга Глушенко, Кирилл Макаров. Служба новостей. Город. Сейчас мы прервемся на короткую рекламу, после которой вы увидите... Три танкиста. Командир, механик, водитель и оператор-наводчик. Кто управляет танками в Калининграде? Последующая краска с вас отправляется, да? Как раскрасить стены своими руками? Специалисты-декораторы дают мастер-класс. Контрольная по истории. Это было все. Несмотря на дождь и ветер, калининградцев радует наша погода. Жители города поделились своими хорошими новостями. Три танкиста, три веселых друга. Так поется в известной песне. На деле это командир танка, механик-водитель и оператор-наводчик. Экипаж, от которого зависит успех выполняемой операции. На полигоне Армейский в четверг прошли учения единственного в области танкового батальона. Сколько выстрелов в минуту делает пулемет? И куда в танке закладывается снаряд? Узнавала наша съемочная группа. Этот танк весит 46 тонн, а ездит со скоростью 70 км в час. Т-72 – самое распространенное оружие этого класса в мире. Любая воздушная или наземная цель после встречи с ним не проживет и пяти минут. Дальность поражения 5 километров. Он создан специально для ударов по блиндажам, укреплениям и пехоте. Сегодня его мишени танк, гранатомет и пушка. Правда, не настоящие. Из дерева, фанеры и железа. 27 килограммов чистого веса. Снаряд может взорваться в воздухе при соприкосновении с мишенью или в земле, подорвав вражеские укрепления. Но чтобы взрыв произошел, нужен еще и заряд, в котором находится порох. Третий танк. Экипаж у машины пушка вверх. Все указания танкистам даются из пульта управления по рации. Оператор определяет, какая мишень будет следующей. Руководитель стрельб дает свой сигнал. Наблюдайте танки 1700. Огонь, огонь. Два дня учения и только 4 часа, чтобы поспать. До часу ночи экипажи будут сменять друг друга. Для солдат это не просто стрельбы. Они должны показать все, чему научились. Задача сегодня, так как занятие контрольное, проверить навыки личного состава, выставить оценки, отметить лучших и худших. Т-72 стреляет снарядами из пушки, управляемыми ракетами. Также он оснащен пулеметом «Утес». Он делает 400 выстрелов в минуту на расстояние до 600 метров. Стрелять из пулемета может только командир танка. Чтобы его не оглушило, надевает специальный головной убор – шлемофон. Главная задача – поразить мишени. Соблюсти требования безопасности, чтобы солдат вернулся живым и здоровым. Безопасность на первом месте. Когда танк возвращается, орудие должно быть направлено в поле. В сторону тыла дуло танка смотреть не может. Кстати, шлемофон не только защищает уши, в нем встроена рация. Так солдатам в любой момент могут связаться из пульта управления. Третий, я вышка, прием. Для многих солдат танковый батальон – детская мечта. Одно из элитных подразделений. Принимает к себе не всех. Первое негласное требование – небольшой рост. Пометиться внутри танка сможет не каждый. Эти учения продлятся до вечера пятницы. Процент поражения цели, по оценкам руководителя стрель, хороший. По итогам будет выбран лучший экипаж, лучший командир танка, оператор-наводчик, механик-водитель. Каждый получит грамоту и любимое лакомство военных – сгущенку. В течение месяца коренинградцы смогут принять участие во внеплановой посадке деревьев. А в Советске скоро появится новый мост до Литвы. Эти и другие новости вы узнаете из нашей постоянной рубрики «Короткой строкой». С 17 сентября по 15 октября стартует акция «Миллион деревьев». В этот период любой желающий сможет посадить дерево в своем городе. Первая высадка пройдет 17 сентября на территории БФУ. Возле университета будет заложен сквер имени Канта. Акция пройдет вне зависимости от вежегодных плановых высадок деревьев. Систему очистки стоков реконструируют. В Светлогорске, Пионерском и Зеленоградске отремонтируют канализационные насосные станции и заменят коллекторы. Улучшенная канализационная система благотворно скажется на экологии Балтийского моря. Проект должен быть реализован до 2015 года. Общая стоимость его составляет 12,5 миллионов евро. В октябре Россия и Литва подпишут соглашение на строительство нового моста. Его построят через реку Неман в Советске. Мост королевы Луизы находится в аварийном состоянии, поэтому новый мост построят рядом. По общим расчетам Россия и Литва потратят на строительство 32 миллиона евро. Прокуратура отменила указ Цуканова о ликвидации запретных зон в районах военных баз. Напомним, в августе 2011-го Цуканов отменил ранее принятое постановление Егорова. Оно регулировало наличие запретных земель возле военных складов. После проведения проверки нынешнего указа Цуканова прокурор признал его неподлежащим применению. Чрезвычайная ситуация в растении и водстве. В связи с минувшими дождями аграрии не могут собрать все, что вырастили. Региональные власти выделят 50 миллионов рублей аграриям на выплату субсидий, но только тем, чье зерно пострадало от влаги и пойдет на корм животным. Главное условие – успеть в течение месяца продать это зерно фермам. Курсы валют на 16 сентября. Доллар США – 28,85 рубля, евро – 41,28 рубля, литовский лит – 11,94 рубля, польский злотый – 9,96 рубля. Акриловые краски, кисти, валики и немного фантазии. В Калининград в рамках Биеннале приехали художники из разных уголков России. Причем некоторые решили не только показать свои работы, но и объяснить, как они их создают. За процессом наблюдала наша съемочная группа. Хельга Грамма рисует уже больше 20 лет. В последнее время увлеклась новым для нее направлением – живописью настенной. Она приехала из Сибири, чтобы рассказать и показать калининградцам, как раскрасить стены в собственном доме. Причем сделать это можно своими руками. Главное – иметь все необходимые инструменты и краски. Для этого нужны акриловые краски для стены и колоранты акриловые. Вы подбираете в основе краску любая, которая подходит по своим свойствам – моющаяся, крепкая, степень глядцевости, матовости. Добавляя колоранты, вы получаете свой колорит, тот, который уместен в вашем пространстве по эмоциям, по теплоте, по насыщенности. Для покраски больших поверхностей – валики, кисти, чтобы прорисовать мелкие детали. Все пришедшие на мастер-класс этими предметами пользоваться умеют. Екатерина Смирнова – начинающий художник. Рисовать на бумаге она может, а расписывать стены еще не пробовала. Хотелось бы попробовать, конечно, себя в новом витке искусства и что-то создать, может быть, у себя дома, может быть, у своих друзей. Научиться этому может любой желающий – разрисовать стены у себя дома и создать своими руками необычный интерьер. Хельга Грамма будет регулярно проводить свои мастер-классы в историко-художественном музее. Полина Зайцева, Ольга Глушенко, Дмитрий Суворов. Служба новостей. Город. И в завершение нашего выпуска – традиционный опрос. Ваши хорошие новости. У нас сегодня открылась в вашем городе на базе Балтийского федерального университета работа комиссии по изучению социально-экономических особенностей России. Контрольная по истории. Это было все. Купили ребенку коляску, я в отпуске. Я так как вырослый, сейчас уже наобъезжаю. Просто хорошее настроение. Я ДМС Баки, и у меня сегодня очень хорошее настроение. Я, наконец-то, сдал свои хвосты и перевожусь на третий курс. Сегодня хорошо. Посетили город Калининград. Мы сами из Забайкалья приехали. Вот решили посетить ваш город. У своих родителей остановились. В принципе, данные достопримечательности очень нравятся. Красивый город. Шефа – день рождения. Поздравили. Очень хорошо. Редактор субтитров А.Семкин